Привет, друзья! Питцбург уволил главного тренера Майка Джонстона и его помощника Гэриу Агню. Главным тренером пингвинов стал 47-летний Майк Салливан, ранее работавший с фарм-клубом Питцбурга в АХЛ Уилксбери. Помогать Салливану будут Рик Токет и Жак Мартен. Салливан уже работал главным тренером в Национальной Хоккейной Лиге. С 2003 по 2006 год он руководил Бостоном и один раз вывел его в плей-офф, где проиграл в первом раунде. Салливану предстоит непростая работа. Питцбург надо вытаскивать из настоящего кризиса, ибо пингвины из Пенсильвании выиграли лишь 15 матчей из 28 и идут на 9-м месте в Восточной Конференции, пока пролетая мимо плей-офф. А мы переходим к другим новостям. В воскресенье Чикаго дома обыграл Виннипек со счетом 3-1, и за полторы минуты до завершения игры Патрик Кейн ассистировал Артемию Панарину, отправившему шайбу уже в пустые ворота. Этот гол примечатлен тем, что он помог Патрику Кейну побить рекорд Чикаго с 43-летней давности. Результативная серия американского вингера достигла 22 матчей. Прежняя рекордная серия Чикаго была установлена Бобби Халом в сезоне 71-72, а рекорд всей лиги принадлежит Уэйну Грецке, 51 матч с набранными очками подряд в сезоне 83-84. Кейн с 42 баллами лидирует в гонке бомбардиров, Артемий Панарин набрал 27 очков в 27 матчах. Знаете, друзья, я придумал, как бороться с симуляцией в футболе. Надо, чтобы рефери отчитывали за это футболистов так же, как произошло это в игре Найшвилла с Бостоном. Нецензурная реплика рефери попала в трансляцию матча. Нападающий предатер Джеймс Нил после столкновения с фордером Бостона изобразил травму и остановился у борта. Игра была остановлена после свистка судей, который удалил игрока, сказав ему, «Пошел ты нахер!» – это была п*** симуляция. Нил получил двухминутный штраф, а Бостон реализовал большинство за 8 секунд. Хотите посмотреть самый нелепый силовой прием сезона на национальной хоккейной лиге? Тогда внимание! Нападающий Нью-Джерси Джордин Туту хотел двинуть сопернику, но вместо этого вылетел за бортик. Он, разогнавшись в центре площадки, устремился на соперника. Но получилось вот так. Против мимо игрока, Джордин на скорости въехал в бортик и вывалился за пределы льда. Кстати, матч завершился победой Нью-Джерси со счетом 3-2 в овертайме. Вообще, на неделе было, как обычно, много интересных и красивых моментов. Вот, например, посмотрите комбинацию в исполнении игроков Колорадо. А вот так Владимир Тарасенко завершает идеальную комбинацию Сент-Луиса и забрасывает свою шестнадцатую шайбу в сезоне. Еще один красивый гол, забитый русским форвардом. На этот раз отличился игрок Далласа Нечушкин. А вот еще посмотрите, как Никита Кучеров разбирается с Оттавой. Это, кстати, второй дубль российского нападающего в этом сезоне. В заключение, также хотелось бы показать вам один интересный комментарий, оставленный в моем блоге под видео о переходе Виктора Тихонова в Аризону. Это ответ на комментарий о том, что Виктор Тихонова спокойнее бы сиделось в России. Мол, в СКА была стабильность и зачем вообще было уезжать? Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите хоккей как искусство. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok